Ужасно, не правда ли? Это не где-то там у них, а у нас. Тревожные будни 16-этажки на улице Красноармейская, 14. Не дай бог с таким пассажиром проехаться вместе в лифте. Элитный по меркам Читы дом вот уже три года кошмарит вот этот человек. Чаша терпения жителей переполнилась в минувшую пятницу. Они отправились за помощью. Нет, не в полицию. К ним обращаться, как показала практика, смысла нет, а к нам, журналистам. Начиная с 20-го числа, значит, сосед здесь буйствует. Он сначала приходил в 6 утра к соседям. У меня дочь проснулась, плакала, потому что очень сильно он пинал двери. Пинал им двери, пинал соседним двери, но к нам он не подходил. Он очень кричал громко. Вглядитесь в этого человека. Вот уже три года о его загулах знает весь дом. Объектом его агрессии может стать любой, он действует бессистемно. По версии жителей, этот терминатор местного разлива, проведя значительное время в местах не столь отдаленных, повредился разумом и в пьяном виде выплескивает наружу то, что из него выходит. Кидать бутылки 16-го этажа, бегать с ножом по детской площадке, мучить собаку на балконе, выносить ногами двери людям, никак его не касающимся. Можно, оказывается, ему можно все. Видите, вся дверь испинана. Здесь живут тоже семья приличная, маленькие дети. Он напугал тех детей. Моя дочь плакала. В общем, дошло до того, что мне уже пришлось поменять работу, чтобы постоянно находиться с ребенком. На этом выступления гражданина не закончились. Спустя два дня он начал ломиться в дверь Натальи. Цель его поступков неизвестна, но хорошо, что ее дочь в этот день была не одна. Это было ориентировочно. Пол шестого вечера 23-го числа мы были с мамой и резкий удар в дверь. Потом он начал ломать замок. Вот, посмотрите, он выломал нам замок, заблокировал его. Мы кое-как открыли потом. Это слава богу, что мы были дома. И слава богу, что у меня не дочь сидела одна дома, потому что она бы такое, я не знаю, вообще как бы вынесла. Вот. Если бы в этот момент пришел муж, то здесь могло бы быть вообще что-то страшное. Наталья отправляла сообщение в общедомовой чат с просьбами о помощи. Никто не пришел, но соседи вызвали полицию. Здесь необходимо небольшое и вовсе не лирическое отступление. Этот невзрачный терминатор кошмарит весь дом, заходит в любой подъезд. Жены держат своих мужей, потому что если дадут ему отпор, то большой вопрос, кого посадят. Наша доблестная, но, как выясняется, не всегда полезная полиция. И почему страх детей, возможный психоза на всю жизнь от дебошей, этого человека не считаются травмой? Хороший аргумент в пользу тех, кто ратует за охранение дома оружия. Но многих оно есть по долгу службы. В этом доме высокий процент проживающих сотрудников полиции, прокуратуры, ФСБ, МЧС, военнослужащих и где там еще работают настоящие мужчины. Да, многие не лезут из страха потерять работу, здоровье или что-то еще. Мы постоянно обращаемся к сотрудникам полиции, но не кроме как на наших обращениях, дальше это ничем не заканчивается. То есть никаких ни бесед, ни штрафов, ни задержания не было? Конкретно его я так поняла, что нет. Ну, я не знаю, может быть они, конечно, с ним общались, но, по крайней мере, вот к нам он на контакт не выходит. Меня больше всего поражает, почему сотрудники полиции ждут, я не знаю чего, потому что это может закончиться. Сами видели, он ходит с ножом по лифту. Как это знакомо, правда? Наталья показала ворох заявлений в правоохранительные органы. Одному уже полгода, но она даже не получила ответа. Полиция работает по принципу «нет тела, нет дела». А когда случится трагедия, тогда по горячим следам в ходе оперативной работы и профессиональных действий сотрудников дело будет раскрыто. Орден на грудь, тело в морг, виновного в тюрьму. Но это, как вы понимаете, черный юмор. Я узнал о нем от нашей подруги, которая вот в соседнем подъезде живет, что просто история была, что какой-то мужчина с ножом бегал за женщиной по двору, она громко кричала, ну, что вызвали полицию. А потом уже, когда мне скинули видео как раз вот с камерой наблюдения, что он ходил с ножом по подъезду, и вот как раз она написала, что это вот, в принципе, тот же самый человек. И то есть я писал сапожнику Александру Михайловичу, причем в Рождество. Мне буквально через 15 минут позвонила полиция, сказала, так, что случилось, мы приедем, разберемся. Но, как видно, там очень-очень сложная ситуация. Я не знаю, почему они как бы не берутся за это. Пришло время познакомиться с этим загадочным персонажем. Мы довольно долго стучали к нему в дверь, но никто не открыл. Со слов соседей, у него очень приличные родственники, которые, к слову, на замечание про Закидон и сына отвечают, он болен. Но нам повезло, когда наша съемочная группа уже собиралась уезжать, мы встретили его перед самым подъездом. Александр, тут соседи собрались и жалуются на вас, что вы тут буянились. И недалеко в пятницу вы ломали дверь, сломали замок, пинали дверь. Что происходит вообще? Никому ничего не ломал. Ну вот люди стоят, они вот на вас показывают, что вы ходили, что вы ездили с ножом. Давно это было. А что вообще происходит? Вас в полицию возили, что не вам сказали? Я все за это ответил, штрафы заплатил, все. Это уже решенный вопрос. Больше такого не происходит. Мы не дали, как в пятницу было. В пятницу вы пинали и выпинали четыре двери, и вот у женщины вы сломали замок. А там у себя маленький ребенок, 11 лет. Ну что, замок поставить? Дело не поставить и замкать. Дело должен понимать, что это на добро не кончится. Ну конечно. Либо вы кому-то судьбу сломали, либо вам судьбу сломали. Только к вам. А просто, как сказать, в сторону сотрудников полиции, они не смогли найти внятные слова. Я все понял. Все больше такого не повторится. Ну просто хэппи-энд. Чего стоят эти слова? Психологи утверждают, что даже самые отъявленные психопаты, если знают, что получат отпор или будут жесткие последствия, становятся на редкость разумными. Никто, разумеется, не проводит никаких параллелей, но это уже не шутки и давно. Полиция что-то действительно ждет трагедии. Что с вами происходит? Что с вами происходит? Я вот реально... Мы-то хотим жить миром, понимаете? Мы вам ничего не причиняем, никакого дискомфорта. Просто я переживаю из-за себя, из-за ребенка, из-за соседей. А я скоро переезжаю. Вы переезжаете? Слава богу. Терминатор Александр пообещал компенсировать затраты на покупку замка. Мы не стали уточнять, в какой дом он переезжает, кому достанется этот подарок. Хотя, может, он действительно возьмется за ум или встретит отпор со стороны новых соседей. И тогда он вернется обратно, вот в этот большой дом, где ему уютно. А полиция... Полиция нас бережет. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Алексей Павлов. ЗАП-ТВ.